Ровно 30 лет назад родилась Надежда. Речь идет о городской общественной организации инвалидов. 17 февраля для ее участников и руководителей прошел большой концерт в ДК «Пролетарка». Надежда объединила и взрослых, и детей, людей, у которых есть ограничения по здоровью. Но есть уникальная возможность общаться, помогать друг другу и быть в центре внимания. Через творчество можно преодолеть одиночество и найти друзей. Многие члены клуба Надежда, которые состоят, инвалиды, у них есть своя группа. Поющие сердца называются. Они поют, выступают, ездят по области и не только. Всего за 30 лет Надежде удалось объединить более 200 человек, в том числе 43 ребенка. Вселить каждого из них уверенность в завтрашнем дне. Обеспечить социальную адаптацию и интеграцию в обществу. На протяжении последних 18 лет коллективом руководит Нина Макаренко. Изначально она сама пришла в организацию как участник. Точнее не пришла, а ее привезли на инвалидном кресле. Сейчас трудно поверить, но Нина Ефимовна перенесла 8 операций, встала с кресла и помогает другим людям, которые, увы, имеют проблемы со здоровьем не просто не падать духом, а жить и наслаждаться жизнью. Мне организация дала очень-очень много. Это все для меня. Людям интересно себя реализовать, что-то произвести, что-то найти, что-то сделать, пообщаться. Клуб «Надежда» реализует ряд социально значимых программ. Мы вместе, совместно с Геронтологическим центром, наши школьные друзья, совместно с учащимися и педагогами школы номер 20 Твери. И это далеко не все проекты. Те проекты, которые реализуются организацией, очень важно, что они направлены для разных людей, для разных категорий людей, испытывающих проблемы. Это и семьи с детьми инвалидами, это и люди с ментальными нарушениями, это и люди, которые страдают с разными заболеваниями. То есть здесь может себя найти и найти своих друзей каждый. В праздничный день общественной организации все гости праздника, а это в первую очередь сами члены клуба, ждали мастер-классы различной выставки. Конечно, праздничный концерт, во время которого многим вручили почетные благодарности и дипломы представители разных ветвей власти. Продолжение следует...